МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эллиппезерка! Здравствуйте, здрасте, здрасте! Зима в разгаре, февраль. И у нас есть специальные игры. Мы решили не тревожить особо умных выпускников почти или учеников, воспитанников, обучающихся, не тревожить мы решили городские лицеи, областные гимназии и так далее, и так далее, и так далее. А вообще город Гомель пускай отдохнет немножко и его окрестности. Мы решили поиграть с самыми обыкновенными детьми, с простыми учениками простых школ. И вот посмотрите, как замечательно это у нас получится. Слева от меня сегодня представители Хальчанской базовой школы. Хальч Александр Гончарова, капитан. Справа от меня представители очень серьезного учреждения образования, называется Гимназия города Чечевска. Но, тем не менее, замечательные ребята, и капитан у них Анна Шестопалова. Начнем. Саша Гончарова, капитан красных, капитан хальчанцев. Кого отправляете на облев игру у человека с самой мощной интуицией? Себя. Себя. Ага. Понятно. Анна Шестопалова. Филипп Ранкевич. Все понятно. Итак, Александра против Филиппа. Вперед! Итак, внимание. Итак, внимание. Начнем. Верите ли вы, что первое в мире метро появилось в Америке? Саша? Да. Вы ошибаетесь коренным образом. Первое в мире метро появилось в Англии, в Великобритании, в Лондоне. Ну что ж, пенечком вы не заработали. Продолжаем. Верите ли вы, что древние римляне носили штаны? Прошу? Да. Да. Римлянин в штанах, спаси Господь. Они тоги носили, а штаны считали, что носят только варвары. Так что мы с вами, Филипп, варвары, а вот Александра, типичная римлянка в штанах, у нее нет. Играем. Верите ли вы, что бои быков или корида особенно популярны в Италии? Фальстарт. У вас за этим строго очень старше следит наш электронный судья. Филипп? Да. В Испании, в Испании у нас корида. Играем. Верите ли вы, что наша небесная покровительница Ефросинья Полоцкая жила в 12 веке? Фальстарт. У вас теперь, Филипп? Саша? Верю. И правильно делаете. Именно 12 век. Открылась счет Александра. Играем. Рассказать дорогой маме. Это довальный склон. Верю. Конечно. Кому-чому рассказать. Маме довальный. Итак, после блеф игры 5-5 равная игра. Ну что ж, следующая игра. Следующий бой. Итак, Хальч против Чичерска. Блеф игра закончена. Приступаем к дуэли игры. Сейчас вы услышите 5 тем, 5 боев. И за 5 секунд должны будете принять решение, кто какую тему на себя готов взять. Один человек, одна тема. В одни руки, не больше одной темы. Итак, внимание. Темы. Первый бой. Наша Беларусь. Вторая. Географическая. Страны и континенты. Третья. Точные науки. Сами понимаете, о чем речь. Четвертый бой. Живая природа. И пятый бой. Великий и могучий. Тема о великом и могучем русском языке. А у вас 5 секунд. Решайте. Прекрасно. 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 Очень быстро решили хальчанцы. Еще быстрее Чичерс принял решение. Итак, внимание. Я вращаюсь к Александре Гончаровой. Саша, первая тема. Наша Беларусь. Кто пойдет в бой? На нашу Беларусь у нас пойдет Влад Медин. Отлично. Анна, у вас? Лучше всего о нашей Беларуси знает Филипп Ранкевич. Итак, Влад против Филиппа. Вперед! Итак, внимание. Начнем. Этот фестиваль искусств ежегодный праздник Витебска и всей Беларуси. Славянский базар. Славянский базар – это правильный ответ. Этот город второй по величине в Беларуси. Прошу. Могилев. Могилев. А, как вы обидели сейчас. Прошу. Гомель. Гомель, конечно же. В этом году Беларусь была полностью, полностью, подчеркиваю, освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Фальстарт у вас. Очень строго следит наш электронный судья за этим. Прошу. В 1945-м. В 1945-м мы уже Берлин взяли. Ребята, 1944-й последний враг был вышвырнут с нашей земли. Запомните, пей, вы это знаете. Этот русский поэт проезжал Витебск, Могилев и Гомель на пути в Южную ссылку. Ну? Александр Сергеевич Пушкин. Абсолютно точный ответ. Браво. Браво, Алик. Это страна-южный сосед Беларусь. Прошу. Украина. Украина, конечно же. Итак, после темы «Наша Беларусь» 20-10. Хальч ведет в схватке с Чечерском. Следующий бой. Итак, страны и континенты. Хороший задел сделал ваш Влад Александра. Страны и континенты. Кто у вас по географии силен? По географии у нас силена Юля Фелькина. Хорошо, Юля, приготовьтесь. Анна, кто у вас? На странный континент у нас пойдет Богдан Феник. Хорошо, Юля против Богдана. Вперед! Начнем. Начнем. Именно столько стран расположено на материке Австралии. Ну? Одна. Одна, конечно же. Играем. Это второй по величине континент нашей планеты. Фальстарт у вас, Юля, к сожалению. Африка. Африка, браво. Африка. Столица этой страны вовсе не Стамбул, а Анкара. Прошу. Турция. Турция, великолепная. Ну почему-то как Турция, сразу Стамбул. А там у них все властные структуры в Анкаре. Играем. На этом континенте три крупные страны, и у всех у них есть выход к морю. Но только три крупные страны. Прошу. Северная Америка. Северная Америка, конечно же. Мексика, Канада и США. Великолепно играете. И последний. Это единственный континент, на котором нет стран. Прошу. Австралия. Австралия. Спасибо, Господь. Там одна страна, вы же сами говорили. Прошу. Антарктида. Антарктида, разумеется. Итак, сумел Чичерск нагнать своих соперников. 30-25. Минимальный разрыв. Следующий бой. Итак, точные науки. Александра, в алгебре, геометрии, в прочих точных науках кто силен? В точных науках силен у нас Влад Крадьков. Анна, прошу. На тему точной науки у нас пойдет Александр Тагаев. Итак, Влад против Александра. Вперед. Это зачем? Так называется одна 180-я часть развернутого угла. Прошу. Развернутый угол. Одна 180-я его часть. Прошу, Саша. Один градус. Один градус, конечно. Тело легко меняет свою форму, но не меняет объем. В каком агрегатном состоянии оно находится? В жидком. В жидком, конечно же. Так называется измерительный прибор для определения силы тока. Амперметр. Амперметр. Ну, сила тока в амперах измеряется, так что вы правы. Амперметр, да. Он – это совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. Их известно более ста. Химический элемент. Химический элемент, конечно же. Любое такое число можно записать с помощью десяти цифр. Причем ноль таким числом не является. Прошу. Десятичная дробь. Нет, не согласен с вами. Прошу. Саша, может, вы знаете. Нет, не знаю. Не проходили еще, наверное. Это натуральное число. Теперь вы это знаете. Сохраняется у нас маленький-маленький разрыв. 40. Хальч. 35. Чечерск. Следующий бой. Итак, живая природа. Все, что растет, цветет, летает, бегает и так далее, и так далее, и так далее. Александра, кто? У нас идет Инна Ковалькова. Хорошо. Инна, готовьтесь. Лучше всего у нас в живой природе разбирается Анна Рыкунова. Хорошо. Инна против Анны. Вперед. Итак, проверим ваше знание. Его масса у человека в среднем полтора килограмма, а вот у слона около пяти. Ну и что? Мазг. Мазг, конечно. Вот у слона мозг пять килограммов, но вот человек на слоне ездит, а не слон на человеке. Вот, главное, устроиться хорошенько. Поехали. Побег у растения состоит из стебля, почек и... Листа. Листа, конечно, листьев. Браво. Анна, смелее, я уверен, что вы знаете. К этому классу относятся рихные раки. Это... Сейчас... Сейчас скажу. Не, уже не скажешь. Анна. Не? Не знаю. Ракообразные. Вот все очень просто. Теперь вы это знаете. Играем дальше. Среди них различают трубчатые и пластинчатые. Черви. Пластинчатые черви. Не слышал ни разу. Анна. Так, знаете, вы за ними ходили. Неоднократно. Что? Вокруг Чечерска уже лесов нет. Грибы это. Грибы, дорогие мои. То же самое, третье царство. Ласточки, гуси и журавли. В отличие от галок и голубей, такие птицы. Перелетные. Перелетные, конечно же. Ой, я понимаю, вы волновались. Анна. Но, тем не менее. 55-35. Хальч выходит вперед. Следующий бой. Александра, я так понимаю, что тему «Великий и могучий» вы прибегли для себя? Да. А вы, случайно, в Олимпиадах по-русскому не участвуете? Участвовала. Ну и как? Ну, нормально. Хорошо, поверим. Анна, а у вас как дела? Все хорошо, да. То же самое. Тоже олимпиадница? Нет. Нет. Ну, посмотрим, кто победит. Олимпиадница или простой наш ученик? Играем. Вперед! Капитаны вышли к стойкам. Александра и Анна – великие и могучи. Лев Толстой называл этого поэта нерушимый причал русского языка. Александра. Александра Сергеевича Пушкина. Это правильный ответ. Именно Пушкин, собственно, и создал современный русский язык. Стиль документов, справок, приказов, протоколов называется «Фальстарт Саша». За этим очень строго следит наш электронный судья. Анна. Публицистический? Публицистический? Нет. Вот прошили из тела публицистический. Видно, сама чувствуешь, что неправильно. Это официально деловой стиль. Играем. Для 60-х годов прошлого века такими словами были слова «ракета», «космодром», для 90-х «дилер», «маркетинг», «модем». Что же за новые слова такие? Как они, в общем, называются? Да. Сленг. Сленг. Не согласен. «Космодром», «ракета». Какой же это сленг? Новые слова? Не знаю. «Неологизмы». Буквально «новое слово». Теперь вы это знаете. Играем. Ведущий сказал, что обещает на игре полную справедливость. Это не прямая речь. А какая? Переносная. Переносная. Неа. Прошу. Нет. Косвенная речь. Когда не двоеточие и кавычки, а когда что и запятая, это косвенная речь. Играем. Это и основная единица синтаксиса, и то, чего хочет дождаться каждая девушка. Предложение. Предложение. Это правильный ответ. Итак, 60-40. Хальч впереди. И Анна таки чуть-чуть приблизилась к сопернику. Ну, а мы переходим к следующей игре. У нас тест-игра, игра с вариантами. Играем. Итак, в Димане, тест-игра, игра с вариантами. Такое скоростное, кнопочное, централизованное тестирование. Всего 5 вопросов на каждые 3 варианта. Тема, кстати, спорт. Александра. К тест-игре у нас готова Юля Фелькина. Хорошо, Юля. Хорошо, Анна, у вас. На тест-игру у нас пойдет Александр Тагаев. Итак, Юлия против Александра. Вперед! Поехали. Итак, спорт. В Древней Олимпии, современные олимпийцы. А. Зажигают жертвенный костер. П. Зажигают олимпийский огонь. И. С. Просто зажигают. Прошу. Зажигают олимпийский огонь. Конечно, и вы заработали, Саша. 10 очков для вашей команды. Это правильный ответ. Там и олимпийцы ставят красивое такое солнечное зеркало. И от солнечных лучей зажигают огонь. Играем. Лыжная гонка со стрельбой. Это А. Монотлон. Б. Биатлон. С. Триатлон. Фальстарт. Фальстарт у вас. Биатлон. Биатлон. 10 очков еще у человека. Спортивный инвентарь игроков в керлинг. На льду такая игра. Входит. А. Кочерга. Б. Лопата. С. Метла. Первый вариант. Кочерга. То есть кочергой они гоняют по льду что-то. Вы не правы. У вас есть шанс. Второй вариант. Второй вариант. То есть вариант. Б. Лопата. То есть выходят женщины на лед с лопатами. И, наверное, друг друга дубатят. Это неправильный ответ. На самом деле керлинг. Может, видели вот такие вот полусферы. Катятся по льду. Скользят. И перед ними бегают девушки. И трут щетками. Или этими самыми метлами. Как это еще называется. Перед ними. Чтобы они или быстрее катились. Или медленнее. Вот теперь вы это знаете. Посмотрите. Такая вот забава интересная. Играем. Индийская игра. Чатуранга. Это предшественница. А. Гольфа. Б. Шахмат. С. Футбола. Прошу. Шахмат. До 4 войска. Чатуранга. Шахмат. И браво. 30 очков уже набрал на тест игре Александр. Играем. Великолепная пятерка и вратарь. Это песня. О. А. Хоккеиста. Б. О. Гонболиста. И. Ц. О. Ватерполиста. Хоккей. Хоккей конечно. Великолепная пятерка и вратарь. 40 очков. 40 очков для своей команды добыл Александр на тест игре. Ну вот если вы так будете проходить централизованное тестирование. Ну 100 баллов вам гарантировано. Итак. Чечерск выходит вперед. 80-60. Играем дальше. Слайд игра дорогие мои. Самое любимое развлечение наших участников. Ну чтобы проще. Вышел к стойке. Смотришь на картинку. На картинке буква. Вот что нарисовано по этой букве и называешь. Кто готов к такой простой припростой игре? Саша. На слайд игру у нас пойдет Влад Медин. Хорошо Влад. А у вас Анна? На слайд игру у нас пойдет Богдан Феник. Итак. Влад против Богдана. Вперед. Никаких кнопок жать не надо. Я буду обращаться к вам по очереди. Вы у нас лидирующая команда. С вас начнем. Итак. Смотрим на слайд. Внимание на экран. Аквалангист. Аквалангист. Это правильный ответ. Вы еще его называют дайвер. Ну раз буква А, то никакого дайвера быть не может. Вы сейчас 15 очков для своей команды взяли. Играем с вами Влад. Играем. Барби. Игрались? Нет. И правильно делали. Нет. 15 очков. Играем дальше. Вот что за такое устройство? Велосипед. Велосипед вы думаете? Да, вот такие велосипеды тоже изобретают. Браво. Плюс 15. Прошу. Граффити. Граффити. Браво. Отлично. Вот граффити не только какие-то монстры, уроды и так далее. Странные слова. Но еще такие замечательные символики. Можно как граффити использовать. Великолепно. Играем с вами. Джудо. Джудо. Ну Путину узнал, конечно. Что же здесь происходит? Так, прошу дальше. Европа. Да, написано Европа. Это правильный ответ. Пока ни одной ошибки. Играем дальше. Жар-птица. Жар-птица, конечно, играет сказок многих. Великолепно. Ну, прошу вас. Змея. Змея. Да нет, что вы. И у вас есть шанс. Зеленый. Что зеленый? Зеленый. Зеленый. Да нет. Ребятушки, вот-то очень крупно взят кошачий глаз. Это зрачок. Это зрачок. Тишина. Тишина в студии. Интернет. Да, вот так символически изображен интернет. Прекрасно. Прошу. Три, две, одна. Якуб Колос. Якуб Колос. Не комментирую. Янка Купала. Вот это Янка Купала, конечно. 10 очков на подборе. Итак, 130. Хальч, 140. Чечерск. Пришла пора решающей. Риск игра. Вперед. На риск игру капитаны у нас обычно отправляют самых мощных, самых сильных, самых реактивных игроков. Александра, кто это у вас? Самый реактивный у нас Влад Крадько. Анна Шестопалова. Чечерск. Кто? Пойду я. Итак, Влад против Анны. Вперед. Напоминаю, напоминаю, что риск игра это единственная игра, в которой у нас штрафуются неправильные ответы. На то она и риск. Правильный ответ плюс 20, неправильный минус 20. Но можно и промолчать. Итак, внимание. Наша Беларусь. Повторяем темы. Эти языки являются государственными в Беларуси. Фальстарт у вас, фальстарт. Ну что же вы? Прошу. Белорусский и русский. Русский и белорусский. Плюс 20 очков. Странные континенты. Сельва. Так португальцы назвали дикие леса на этом материке. Тоже за материк такой португальцы. Приплыли из-за океана. С моря дикий лес. Прошу. Северная Америка. Северная Америка неправильный. Минус 20, к сожалению. Анна, что остается? Южная Америка. Южная Америка подарили 20 очков сопернику. Точные науки. Столько плоскостей можно провести через три точки, которые не лежат на одной прямой. Это немного. Вот три точки, представьтесь. Ноль. Это неправильный ответ. Минус 20 очков. Несколько больше. Прошу. Две. Две. Одна. Всего-навсего одна плоскость. Взлетели три мухи. Они никак не вырвутся из одной и той же плоскости. Играем. Живая природа. У паукообразной обезьяны соотношение веса этого к весу тела выше, чем у человека. Ну и что? Ну? Не хотят. Не хотят. Не хотят. А тем не менее, соотношение мозга к весу тела вот такое. Оказывается, такое соотношение выше у паукообразной обезьян. Но мы-то посматриваем на обезьян свысока. Это к великий и могучий. Основное лексическое значение заключено в этой части слова. Ну. Там немного и так частей уже в слове-то. Приставка, корень, суффикс, кончание. Выбирайте. Да. Корень. Корень. Вы зрите в корень. Это правильный ответ. Анна Шестопалова из Чечерска поставила точку, но счет 150-120 в пользу отчанской базовой школы. И вступаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Вернитесь на места, ребята. Чечерск, милые мои, дорогие, любимые, что я вам могу сказать? Только стучитесь, и вам никогда не будет отказа в играх этого сезона. Мы готовы принять вас на любую игру. Вы показали себя просто блестяще. Смотрите нас, учитесь, тренируйтесь. Ну, и помните, если смотрим пятерку, получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин